Всем привет, это транспортный блог, и первая новость заключается в том, что транспортный блог наконец-то вышел. По-моему, впервые с 2018 года, когда было введено расписание для транспортных блогов, не было таких больших перерывов в его производстве. Почти полтора месяца, потому что почти полтора месяца новостей, связанных с транспортным рязанием, практически не было, хотя мы их ждали и продолжаем ждать. Они должны быть, но их нет. Тем не менее, на этой неделе две новости таки набралось. И опять мы будем говорить про контактную сеть, потому что кроме нее, ну, разговаривать на какие-то еще темы не о чем. Но все-таки кое о чем можно поговорить. В середине января стало известно о том, что УРТ запрещает наружную рекламу на своих транспортных средствах. Мы в январе месяца про это немножечко поговорили и забыли. Но несколько дней назад на заседании Городской думы ее депутат Алексей Захаров задал вопрос, почему же было решено отказаться от рекламы на транспорте. На что ему ответили, что это связано с тем, что даже не городская администрация, а областная планирует вводить единый стиль окраски муниципального транспорта. Было решено отказаться от наружной рекламы. Но формулировка была настолько размытой, что мне показалось, что они типа отказались от наружной рекламы только на новых троллейбусах. На адмиралах и на мазах соответственно. Но в реальности отказались от наружной рекламы на всем транспорте, включая автобусы. Депутатам, кроме того, были розданы листки с отчетом о финансовой деятельности УРТ за 22-й год. Там было написано, что УРТ с рекламы и других платных услуг получила за 22-й год 64 миллиона. Почему-то эта сумма была неверно интерпретирована как сумма, полученная УРТ за рекламу. И давайте же посмотрим, сколько в реальности максимально в теории УРТ могло бы получить за рекламу за 2022-й год. Там и близко нету 64 миллионов. Давайте же посчитаем, сколько УРТ максимально в теории могло бы заработать на рекламе. И почему 64 миллиона для УРТ в плане заработка – это нереальная сумма. И там значительное ее число никак с наружной рекламой не связано. По официальным расценкам на сайте УРТ, размещение рекламы на одном автобусе на месяц стоит 7 тысяч рублей, на троллейбусе 12 тысяч. Давайте просто посмотрим самый такой идеальный вариант, при котором у нас все автобусы и троллейбусы в УРТ весь год ездили бы с нанесенной рекламой. Когда получается, что у нас мы это число домножаем на 120 автобусов и на 12 месяцев, и у нас получается 10 миллионов 80 тысяч. И у нас есть 110 троллейбусов. Не будем считать вообще, что у нас адмиралы существуют, пускай они тоже у нас в рекламе поездят. 12 месяцев, и получается у нас 15 миллионов 840 тысяч. Теперь мы это сложим, и получается у нас 26 миллионов рублей. Это максимально УРТ могло бы заработать за 2022 год на наружной рекламе. При этом мы видим, что у нас в 2022 году далеко не все троллейбусы ездили в рекламе, далеко не все автобусы ездили в рекламе. Не факт, что из этих 7-12 тысяч УРТ получает 100%, потому что есть рекламные агентства, которые занимаются размещением рекламы. Может быть, при скуранте на сайте УРТ указано, сколько всего должен заплатить заказчик рекламы, а из этих денег УРТ получает лишь долю. Ну, так по собственным ощущениям, у нас на самом-то деле ездит где-то половина троллейбусов в рекламе и где-то четверть всех автобусов. То есть мы берем, и на самом-то деле тут по автобусу надо умножать где-то на 30, ну, пускай тоже на 12 месяцев, у нас получается 2 миллиона 520 тысяч. А троллейбусов, ну, если половина, это будет 55, хотя мне кажется, это тоже перебор, но все-таки. То есть это тоже достаточно завышенная сумма получается. 7 миллионов 920 тысяч. Складываем, получаем 4, 4, 10. То есть вот столько вот примерно, может быть, даже еще минус пару миллионов действительно получает УРТ от наружной рекламы за 2022 год. 10 миллионов, не 64, то есть это уже не так существенно смотрится, как то, что УРТ отказывается от 64 миллионов. Но я нисколько не против размещения наружной рекламы на транспорте УРТ, потому что, ну, какой-то заработок это все равно может иметь. При этом эту сумму можно тратить на обслуживание троллейбусов, их покраску. И она будет достаточно хорошей и качественной. Ну вот, например, у УРТ три депо. В каждом депо есть малярный цех. По-хорошему, в каждом цехе должно работать два маляра. Всего у нас получается 6 маляров. Каждый получает зарплату, там, 50 тысяч рублей в месяц. 12 месяцев. Итого получается сейчас 5, 6, 300 тысяч, 3 миллиона, 3 миллиона 600 тысяч. Это нужно тратить на персонал. Вычитаем из 10, 44, 3, 6, получаем 6, 4, 8. То есть 6 миллионов 840 тысяч мы можем потратить на расходники. По своему опыту скажу, что на то, чтобы качественно покрасить троллейбус, ну, от автобуса разница небольшая, нужно 30 тысяч на одну машину. То есть это грунтовка, это диски для снятия краски, это автоэмаль. И получается 30 тысяч. Давайте посмотрим, сколько техники мы можем покрасить на эти деньги в год. 228. 228 автобусов и троллейбусов в год можно красить за счет средств, получаемых от рекламы, ну, примерно сколько получает от рекламы УРТ за 2022 год. 228 машин. Всего у УРТ автобусов и троллейбусов 230 где-то так, где-то в этом районе. То есть мы почти весь парк УРТ за эти деньги в год можем перекрасить. Я не знаю, зачем я распинался об этом на протяжении 6 минут, но предположим, пусть будет. При этом замечу, что хотя эти деньги были в прошлом году, в реальности не такое большое количество техники перекрасили, а то, что перекрасили не так качественно. Потому что дело тут в принципах и отношении к данным видам работы. Теперь по поводу единой схемы окраски. Да, бренд это хорошо. Я уже даже публиковал статью ВКонтакте от имени нашего сообщества, почему бренд общественного транспорта это хорошо, что это вообще такое. Но, прошу заметить, главная черта бренда общественного транспорта, это то, что о вас в существовании заявили. Если же сейчас просто будут красить все автобусы и троллейбусы в единый цвет, а уже депутат Захаров объявил, что есть информация о оклейке мазов как адмиралы, это еще не бренд. Это просто мазы покрасили как адмиралы. И все. Потому что о существовании бренда должно быть заявлено официально, широко, должно быть объяснено, почему выбраны именно такие цвета, что они значат, так же, как это делалось в других городах. Теперь вторая тема, ради которой вы, наверное, все и собрались, это контактная сеть. Как мы помним, 18 января прошло заседание областной администрации, на котором было объявлено, что в течение двух недель должен быть подготовлен проект по реконструкции контактной сети троллейбуса. С тех пор прошло почти два месяца, но сегодня 18 марта, уже ровно два месяца. За это время, вплоть до совсем недавних пор, о каких-то подробностях данного проекта не сообщалось. Потом, 12 марта, произошел ряд обрывов контактной сети, и кроме того, их дополнили в возгорание элементов контактной сети. За 12 марта их было по меньшей мере два. Потом еще 17 марта были возгорания. 13 марта с утра движение троллейбусов было существенно ограничено. Но тут надо отдать должное администрации Рязани. Они достаточно оперативно сообщали о большей части изменений в маршрутах троллейбусов. И к 10 утра, 13 марта, движение троллейбусов было возобновлено в полном объеме. То есть это оперативно. Оперативно сообщать об изменениях это всегда хорошо. Не совсем корректно иногда объявлялось. Но по сравнению с тем, что было раньше, это прям хороший шаг вперед. Так вот, и после этих всех событий на заседании облправительства наконец-то вскрылись некоторые подробности проекта по реконструкции контактной сети. В частности, сообщили, что требуется 800 миллионов рублей. У городского бюджета таких денег, понятное дело, нет. У областного они, в принципе, есть, но все равно для области это существенные средства. Поэтому планируется запросить часть денег из федерального бюджета. Уже была на этот счет отправлена заявка. Плюсом к тому же заявили о том, что хотят участвовать в каком-то нацпроекте, связанном с обновлением инфраструктуры электротранспорта. Но беда тут в том, что такого национального проекта пока что не действует. Его только обсуждают. И неизвестно, с какого момента он начнет свое действие, что в нем будет и кто в нем будет участвовать. Поэтому сейчас в первую очередь нужно рассчитывать на областные средства. Мы все еще не знаем, на что планируется их потратить. В лучшем случае хотелось бы, ну в первую очередь, видеть скоростные спецчасти, с помощью которых троллейбус может ездить куда быстрее, чем сейчас. Но это не так дорого. Потом, кроме спецчастей, естественно, обновление самих проводов контактной сети, подвесов, фиксаторов контактной сети, замена тяговых подстанций, потому что они тоже изношены. Ну и я так думаю, что это вполне себе укладывается в 800 миллионов, так что на условную сдачу можно и депо приводить в порядок, и новые линии проводить. Но это я так пальцем в небо тыкаю. Так что на 100% всерьез это воспринимать не надо. Но уже была история в 2020 году плохая, когда заявили, что на реконструкцию контактной сети требуется 1 миллиард, и из них на спецчасти планировалось потратить 10 миллионов, а на замену провода 200 миллионов. Оставшиеся же 800 миллионов планировалось потратить на замену опор контактной сети. И я боюсь, как бы и в этот раз так не вышло, что на провода на спецчасти потратят мизер, а огромная сумма идет на опять какие-нибудь золотые опоры. Но пока что воздержимся от оценок, потому что мы не знаем, что оценивать. И вот что меня реально печалит, это то, что сообщили подробности о реконструкции контактной сети только после очередного ЧП. У меня была мысль, что о проекте по реконструкции контактной сети не сообщают, потому что там много технических подробностей, которые простой народ не поймет. Просто-напросто сделали за две недели, тихую презентовали и начали там искать средства. Но я все больше и больше склоняюсь к тому, что такого не было. Тем более вспоминаем, как проводилось обсуждение программы по оздоровлению УРТ в 21-м году еще при Любимове. Тогда Любимов на таком же заседании обл. правительства заявил о том, что надо готовить проект по оздоровлению УРТ. Тоже там, по-моему, две недели звучала дата. Через две недели он спросил, как там продвигаются дела. Ему сказали, что мы отстаем. Тот сказал, ну-ка давайте быстрее, не будьте бяками. И в августе, через месяц после анонса, программа по оздоровлению УРТ на таком же заседании обл. правительства была презентована. А тут ждали, 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 случилось ЧП. И только после ЧП хоть какие-то подробности объявили. Вот сама по себе напрашивается поговорка, когда гром не грянет, мужик не перекрестится. Хотелось бы верить в то, что данный проект не завернут в долгий ящик, потому что это такая штука, которая не бросается в глаза постоянно, в отличие от самих троллейбусов и автобусов, которые ездят. И очень легко можно про нее забыть. Надо напоминать, и в конечном итоге получится. Так что следим за этой ситуацией пристально. А пока на сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok